В последнее время многие из звезд российского шоу-бизнеса оказались замешаны в громких скандалах. Смотрите видео до конца, и вы узнаете, что произошло в российской индустрии шоу-бизнеса сегодня. Популярный российский певец, Александр Серов, не остался в стороне от информации о том, что некоторые зрители покинули его концерт в Угличе до его окончания. Однако вместо того, чтобы выразить недовольство, артист решил поделиться своими искренними впечатлениями о произошедшем. Серов не только выразил благодарность публике, но и охарактеризовал этот город как истинную провинцию, в положительном смысле этого слова. В соответствии с рассказом певца, зрители на последней песне встали со своих мест и начали аплодировать стоя, выражая свою искреннюю поддержку. Александр Серов от имени всех присутствующих поблагодарил их за такое сердечное отношение и завершил свое выступление, оставляя сцену с чувством глубокой признательности. Но через пять минут понял, что забыл представить оркестр. Вышел, начал представлять. На тот момент часть зрителей еще оставалась в зале, часть уже ушла. У меня к зрителям абсолютно никаких претензий нет. Рассказал Серов и добавил, что концерт проходил в воскресный день, а на следующий всем на работу. 14 апреля в Доме культуры Углича состоялось выступление Серова, которое началось в 18 часов. Однако позднее в социальных сетях появились сообщения о том, что не все зрители досидели до конца выступления. Относительно такого поступка зрителей в социальных сетях высказывались с негодованием, называя его стыдобой. Далее. Стало известно, что Сергей Соседов отказался поздравлять Аллу Пугачеву с юбилеем, поскольку после эмиграции она ему больше неинтересна. Музыкальный критик Сергей вновь высказал свою неприязнь, коммигрировавшись с семьей в Израиле Алле Пугачевой, наотрез отказавшись поздравить знаменитую певицу с ее очередным юбилеем. В интервью журналистам он откровенно и честно заявил. Не буду поздравлять Пугачеву с юбилеем. Мне она неинтересна. Ничего не хочу ей говорить. Такое резкое высказывание Сергея не удивило многих соотечественников и истинных патриотов РФ, учитывая ранее возмущение музыкального критика по поводу антироссийского высказывания 75-летней Аллы Пугачевой о рабах и холопах. Сергей не скрывает своего негодования по поводу таких слов от известной артистки. Его неприязнь к Алле Пугачевой стала явной уже неоднократно, и последние комментарии лишь подтверждают, что между ними нет места для дружбы и взаимопонимания. Далее. Стало известно, что в России юбилейная дата народной артистки Аллы Пугачевой осталась незамеченной. Мало того, была полностью проигнорирована. Телеканалы, которые ранее спорили о праве на эксклюзивное интервью с легендарной певицей в день ее рождения, показывали праздничные концерты и создавали специальные репортажи, теперь совсем не упоминают ее имени. Этот грустный факт вызывает множество очевидных вопросов. Как же так получилось, что культовая певица, символ эпохи, оказалась на задворках внимания телезрителей? Очевидно, что всему виной вынужденная эмиграция и осуждение родной стороны. Тем временем, успешной певице в любви в честь 75-летия, уже признались многие скандальные личности. Далее. Во время одного из недавних выступлений Максим Галкин, высказался о решениях лишить его почетных орденов в России. Он вспомнил, как однажды ему даже предложили стать заслуженным инородным артистом. По словам Галкина, он сразу понял, что лучше не получать почетное в России, поскольку понимал, рано или поздно он скажет, что-то поперек российской власти. И после этого у него обязательно все отберут. Артист заявил, что сейчас часто появляются призывы отобрать звание у его супруги. Но сделать этого, уверен Максим, не выйдет, поскольку присвоено оно было властями СССР. Галкин указал, что у него был орден почета Кузбасса, который ему лично вручил губернатор Тулеев. Сейчас эту награду официально отобрали, хотя, как говорит артист, она до сих пор лежит у него дома. Вернуть его он не может, поскольку находится не в России. Также, согласно сообщениям СМИ, у него есть еще одна медаль от региона, о существовании которой даже не знал. У меня есть еще орден дружбы, который мне когда-то, в далеком 2007 году, вручил Путин в Кремле. Орден дружбы, не с ним, пошутил юморист. Далее. Алла Пугачева накануне, 15 апреля, отпраздновала 75-летие, однако праздник Примадонны не обошелся без скандала. Неприятную ситуацию вокруг популярной российской певицы, перебравшейся после начала СВО с семьей за пределы страны, спровоцировала журналистка Ксения Собчак. Круглой дате Аллы Борисовны она сняла о ней фильм, под названием «О знаешь, все еще будет». В картине об артистке в положительном ключе, высказались многие знаменитые личности, включая Лолиту и тренера по фигурному катанию, Татьяну Тарасову. Тарасова выразила возмущение по поводу того, что в настоящий момент происходит вокруг Примадонны. По ее словам, по таланту никто не может приблизиться к Алле Пугачевой. Как утверждает КП, снятый Собчак фильм с прославлением артистки, покинувший Россию в непростые для нее времена, вызвал скандал в обществе. Россияне набросились с критикой на журналистку после просмотра ленты. Некоторые озвучили предположение, что журналистка сделала это за деньги. Другие нашли прокол, отметив, что о Пугачевой в фильме все говорят в прошедшем времени. Ощущение от просмотра интервью, что это панихида, а не поздравление с юбилеем, издание процитировало одного из зрителей. Далее. Алла Пугачева, потеряв голос, выпустила четыре новые песни, однако желание заработать оказалось предметом насмешек со стороны желтой прессы. Илья Легостаев считает, что Алла Борисовна записывает новые композиции, чтобы оставаться на связи с аудиторией. Прежде всего они означают то, что Алла Борисовна по-прежнему остается творческим человеком, что ее интересуют песни как форма общения со своей аудиторией. Поэтому время от времени, по возможности, она это делает, пояснил журналист. Тем не менее, он выразил сомнения в том, что выход новых композиций может стать предвестником чего-то большего, например возвращение Примадонны на большую сцену. Я не думаю, что это нужно рассматривать как часть какой-то крупномасштабной акции. Мне представляются достаточно нелепыми слухи о том, что она снова будет каким-то образом регулярно выступать, продавая билеты на свои концерты, или заниматься чем-то в этом роде. На мой взгляд, она делает подарок своим слушателям, потому что понимает, что с ней по-прежнему миллионы людей, какие бы глупости о ней ни говорили, но она по-прежнему для многих является большим авторитетом, настоящей творческой звездой, певицей, чьи сочинения довольно регулярно протягивали людям, руку и в одиночестве, и в печали, и в отчаянии, и в любых других обстоятельствах, обладали, мне кажется, терапевтическим свойством. Поэтому именно ради этих людей, которые по-прежнему с ней, по-прежнему ей верят, она и записывает новые песни, заключил он. Заслуженный артист России Вячеслав Малежик, выразил свои мысли относительно Аллы Борисовны, отметив, что она стремилась подтвердить прочность своей связи с поклонниками. «Вот моя жена говорит, ты столько выпустил песен, что все всем уже доказал». Так и Алла Пугачева все всем доказала. «Но прежде всего ты доказываешь самому себе, что еще на плаву, что можешь», пояснил он. «А как люди встретили новые песни Примадонны? Многие утверждают, что шедеврами эти композиции назвать сложно. Вот некоторые комментарии после прослушивания. Инагент продолжает манипулировать женой, надо выжать максимум и заработать на всем старье, что пылится на полках. Так позориться на старости лет надо умудриться. Эта муженек ее пихает, чтобы его не забыли. Кто же Борисовне рассказал про эту возможность подзаработать, уж не мушли, делитесь этим видео с друзьями. А также не забывайте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.